День города Можно смотреть без фейспалма, однако иногда они бывают настолько эпичными, что интернет то и дело пополняется разного рода видосиками, над которыми невозможно не угорать. Здарова, соколики, на связи Жирный и, как вы поняли, сегодня мы поговорим о городских праздниках в провинции. Уверяю, будет весело, поэтому усаживайтесь подобнее, заварите чаёк и давайте начнём. А сейчас реклама. Хочешь быстро заработать 1000 рублей на донат или другие личные цели? Рекомендую надёжную платформу для заработка Cash4App. Как там зарабатывать? Всё очень просто. Вам нужно будет перейти по ссылке под видео, зарегистрироваться и загрузить по инструкции уже готовое мобильное приложение в Google Play. Только представьте, за одно такое задание вы получите 1000 рублей и это всего лишь за 30 минут несложных действий за ноутбуком. Данный сервис по праву заслуживает внимания, потому что уже многие подписчики зарабатывают при помощи этой платформы. Регистрируйтесь и начинайте зарабатывать вместе с Cash4App, а ссылка, разумеется, в описании. Два главных атрибута праздничной программы любого провинциального города это, конечно же, приглашённая всеми нахрен забытая звезда и, разумеется, салют. В вашем городе может не найтись денег на ремонт дорог, на освещение, на ремонт каких-нибудь социальных объектов, но там всегда будет заложен бюджет на салют и звезду. Кстати, о звёздах. В маленькие города, как правило, приглашают выступить тех звёзд, чьи треки сегодня можно услышать разве что где-то на Retro FM. И по этой причине гонорары у них значительно меньше, чем у новомодных звёзд, которые рвут топ-чарты всех телеэфиров и радиостанций. Поэтому на провинциальном дне города часто можно встретить Александра Бульнова, Софию Ротару, какого-нибудь Нарцисса Пьера и так далее. Проще говоря, это те люди, о которых вы вспомните только если увидите афишу. Но так как это какая-никакая знаменитость и выступает она на халяву, разумеется, посмотреть на это приходят все. Для провинциальных городков выступления даже таких звёзд всегда большое событие, так что неудивительно, что их приглашают чаще всего. Ведь стоят они дешевле, а профит точно такой же. Но бывает так, что бюджета не хватает даже на такую звезду, и тогда на сцену выходят местные мастодонты культуры. А если это ещё и не город, а вообще какое-нибудь ПГТ, село там и так далее, то тогда вечеринка вообще становится максимально атмосферной. Ну вот, сразу видно, умеют люди праздновать. Солнышко ещё не село, они уже в говно. Хотя, возможно, эта женщина просто так шикарно и великолепно поёт, что просто свалила всех мужиков на повал. Я бы, если честно, тоже наверняка не смог бы устоять перед её очарованием. Особенно впечатлила сцена. Всё выкрашено, выбелено, оформлено на высшем уровне. Сразу видно, благоустройством здесь занимаются всерьёз. Самое забавное, что местное телевидение, как правило, должно снимать такие мероприятия для видеоотчёта. Боюсь даже предположить, как там будет выглядеть готовый репортаж. Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на нечто подобное, даже не пытайтесь меня приглашать. Но, кстати, и у местных певцов тоже иногда бывают свои требования к звукооператорам. И с ними лучше не спорить. Пью под мой голос, под мой голос. Выключи, скажи, выключи. Выключи, я буду спевать. Так спевай. Всё. Хоть, мам. А что, крыша поехала? Как же меня умиляет, что всем вокруг вообще глубоко поебать на то, что она собирается петь. Холодную публику даже не возбудил плачущий надрыв в голосе. А вообще подобную ситуацию можно встретить абсолютно много. в любом караоке-клубе после полуночи. Выключи, я буду спевать. В общем, не знаю, как горожане, а бабка точно отметила праздник на ура. Будет что вспомнить, если, конечно, память не подведёт. Но если со звёздами провинциальной сцены мы с вами уже разобрались, то неплохо было бы вспомнить и про фейерверки. Кстати, как оказалось, салют и фейерверк это вообще разные вещи. Но кому не насрать. Вообще похуй. Когда я был маленьким, я помню, как в нашем провинциальном городке пригоняли пушки прямо к ДК и хреначили с газона с салютом в небо. Вот это было весело. А мы, будучи маленькими детьми, бегали по газону и собирали упавшие гильзы. Они, кстати, были довольно большие. Впоследствии эти гильзы можно было обменять на фишки, наклейки и прочую детскую лабудень. Вообще, салюты это всегда празднично и весело. Однако, если вы так же, как и я, живёте где-нибудь на побережье, либо возле какого-нибудь прибережного кафе, где салюты хреначат каждый вечер, вас они уже наверняка задолбали. А некоторые вынуждены идти на центральную площадь, чтобы посмотреть фейерверк. И некоторые из них даже вынуждены пожертвовать собственным распорядком дня, дабы посмотреть салют. Ну вот сами представьте, время 9 вечера, скоро начнёт бабахать праздничный салют, а вам пора принимать ванну. Но не менять же теперь распорядок дня из-за какого-то там салюта. Но и салют ведь хочется посмотреть. Странные и смешанные чувства. Он вроде бы как нарушает порядок, и это очевидно какое-то пьяное быдло, но он так мило и так лампово сидит в этой чаше, как младенец буквально. Он так играется с водичкой, ему туда прям вот не хватает немного пены и пару уточек. Конечно, все мы осуждаем быдло, но согласитесь, он смотрел салют в самых лучших, самых кайфовых и самых комфортных условиях. Мне кажется, здесь даже сам мэр города мог бы ему позавидовать, ведь даже он не может себе позволить такого кайфа. Прикиньте, праздник, лето, ты пьяный, сидишь в чаше, из которой бьет фонтан, и устремляешь свой взор в небо, озаренное фейерверком. Красота! Но есть у дня города и негативные последствия, ведь все мы знаем, во что превращается маленький провинциальный городок после масштабного празднования. Тонны мусора валяются буквально везде, а уж количество бутылок и вовсе зашкаливает. Их можно найти и на лавочках, и на тротуаре, и на газоне, везде вообще. И в этой ситуации остается только молиться, чтобы местное управление успело все убрать до утра. Ну, а чем же конкретно вам запомнился ваш день города, я предлагаю вам написать в комментариях. Будет интересно почитать. Ну и, конечно же, не забывайте чекать ссылки в описании, там много всего полезного для вас и для меня. Тыкайте вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики и плейлисты. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!